Братья и сестры, дорогие друзья, я тоже всех приветствую. Вы знаете, Священное Писание говорит о том, что из всего многообразия творения, которое окружает нас сегодня с вами, только человек создан по образу Бога. И, наверное, это очень большая тайна человека. Ведь человек, получается, похож на Бога. Это, наверное, всегда очень интересно, увеличивать свое понимание того, что значит быть созданным по образу и подобию Бога. И вот один из способов, который мы с вами увеличиваем наше понимание значения, образа и подобия Бога в нас, это то, когда мы изучаем самого Бога. То есть, чем больше мы узнаем о Боге и человеке, тем больше сходств мы с вами будем находить между человеком и между Богом. Ну вот, мое желание, следующую часть наших рассуждений, посвятить именно одному из аспектов сотворения человека по образу Бога. А или сотворение мужчины и женщины. Сотворение мужчины и женщины, как один из аспектов сотворения человека по образу и по подобию Бога. Ну вот, в Священном Писании есть два отрывка, в которых открывается вот эта вот связь. Связь между сотворением по образу Бога и сотворением, как мужчина и женщина. Ну, предлагаю прочитать два отрывка. Оба отрывка находятся в книге Бытие. Первый отрывок – это первая глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его». И вот наши слова. «Мужчину и женщину сотворил их». Затем эта же связь подчеркивается и в пятой главе книги Бытие, первые два стиха. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». Ну, быть мужчиной и женщиной – это значит быть сотворенным по образу и по подобию Бога. Конечно, не единственный способ, которым отображается образ Бога в человеке, но мы с вами поймем, что это достаточно важная часть человека, как образ Бога. Ну, в общем, мы попытаемся получить представление о двух вопросах, которые касаются именно мужчин и женщин. Ну, первый вопрос – почему Бог создал два пола? Почему Бог создал два пола? И следующий вопрос – могут ли мужчины и женщины, которых сотворил Бог, быть равными и при этом иметь разные роли или иметь разное назначение? То есть, в общем, мы с вами попытаемся ответить на эти два вопроса. А интересно то, что вот человек не существует так, или правильнее сказать, что человек… интересно то, что человек существует так, что с другими людьми у него складываются отношения. То есть, Бог не сотворил людей изолированными личностями. И Он нас с вами сотворил именно таким образом, чтобы мы могли иметь отношения с другими. А вот в некоторых сферах общества, вы знаете, вот это вот отношение между личностями, оно достигает особого единства и особенной глубины. Конечно, особенно глубоко единство между личностями может проявиться в семье, как физической семье, но также и в духовной семье или в церкви. Ну, если говорить о мужчинах и женщинах, то вот это вот единство между мужчиной и женщиной наиболее полно выражается в браке, когда муж и жена, как Священное Писание говорит, в определенном смысле становятся двумя личностями в одной. Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Ну, это единство, не только физическое единство, это духовное единство, это эмоциональное единство в самых глубоких измерениях. То есть муж и жена, которые соединяются в браке, это люди, опять Священное Писание говорит, люди, которых сочетал или соединил вместе Бог. То есть это очень особенный союз, союз, опять Священное Писание подчеркивает, не временный, но союз, который длится всю жизнь человека. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, и Павел отвечает, когда она освобождается от этого закона, когда умрет ее муж. А союз мужчины и женщины представляет собой глубокие отношения. И вот это тоже очень важная, интересная деталь наших семейных отношений. Отношения в семье между мужем и женой, они созданы Богом для того, чтобы возможно было представить отношения между Христом и Его Церковью. Может быть, эта деталь, она придает нам, нашим с вами бракам, очень-очень важный оттенок. Вот этот вот факт того, что Бог сотворил две разные личности, ну, мужчину и женщину, а не только одного мужчину, является частью нашего с вами естества по образу и по подобию Бога. В некоторой степени отношения мужчины и женщины отображают отношения личностей в троице. Вот почему мы говорим, человек похож на Бога. Вот почему Бог сотворил мужчину и женщину. Почему? Потому что отношения в браке отображают отношения личностей в троице. Священное Писание говорит о том, что даже когда не было нашего с вами мира, не было человека и не было вселенной, а вот между личностями троицы, между Отцом, Сыном и Духом Святом происходило общение. То есть Бог никогда не был одинок. Когда же Бог сотворил Адама и Еву? Он сотворил их похожим образом. А чтобы в отношениях они тоже разделяли любовь, разделяли общение и разделяли взаимное почитание друг друга. Ну, конечно, вот эта вот аналогия. А между браком и троицей она не точная, не полная. Ну, поскольку Бог – это три личности в одной, в то время как Адам и Ева – это только две личности в одном. То есть единство в троице не то же самое, что единство в браке. Однако, очень и очень похожим остается разнообразие личности. Похожим остается разнообразие личности. И вот на этом этапе наших рассуждений уместно будет ответить еще на один вопрос. Ну, вот если я, допустим, утверждаю и говорю, что сотворение человека, как мужчина и женщину, вот именно отображает отношения между личностями троицы, ну, тогда как понимать людей, которые не вступают в брак? Как понимать людей, которые не состоят в браке? Разве люди, которые не состоят в браке, не отображают образ Божий? И вы знаете, вот как ответ на этот вопрос, вовсе на Писании нам оставляет, ну, два больших-больших примера. Первый пример – это Иисус Христос. Второй пример тоже хотел бы привести вот апостола Павла. Да, Иисус Христос не был женат. И апостол Павел, как мы читаем его послание в то время, когда он был апостолом, он не был женат. Наверное, есть такое очень правильное предположение, что все-таки этот человек никогда не был женат. Позвольте к этому добавить вот именно отрывок Писания, где вот кажется, что именно апостол Павел, тот, который никогда не был женат, говорит о том, что лучше не жениться. Хорошо? Это первое послание Коринфянам, 7 глава. Посмотрим два отрывка. Первый стих. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщин. Или 7 и 8 стих этой же главы. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. А безбрачным и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Итак, наш с вами вопрос. Если брак является важной частью нашего отражения образа Бога, почему Иисус Христос и Павел не были женаты? Почему хотя бы в нескольких местах Священное Писание призывает людей, некоторых людей, не вступать в брак? Ну, для нашего Господа Иисуса Христа ситуация, она неповторимая. Единственное в своем роде, почему? Потому что Он был Бог и человек. Интересно, что Священное Писание говорит, что у Господа есть невеста. Священное Писание говорит, что у Господа есть невеста. Церковь – это церковь, которую Он возлюбил, и церковь, которую Он осветил. То есть, являясь частью церкви, которую возлюбил и осветил Иисус Христос, каждый верующий имеет единство с Господом. Являясь частью церкви, которую возлюбил и осветил Христос, каждый верующий человек имеет единство с Господом. Единство, которое будет продолжаться вечно. Ну, ситуация с Павлом, конечно, и вот его советом к римским верующим несколько иная. В действительности Павел не говорит, что жениться неправильно. Павел не говорит, что жениться неправильно. И, может быть, тем, кто начал беспокоиться, позвольте убедить вас вот этими словами апостола Павла из той же 7 главы, 28 и 36 стихи. И, если женишься, Павел очень ясно говорит, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. 36 стих. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Ну, Священное Писание рассматривает брак как нечто хорошее. Больше того, Священное Писание рассматривает брак как привилегию и право человека. И, знаете, поскольку брак – это привилегия, и поскольку брак – это право, то есть люди, которые ради Божьего Царства отказываются от этой привилегии. Если брак – это привилегия, или поскольку брак – это привилегия, есть люди, которые ради Божьего Царства отказываются от этой привилегии. Ну, таким был человеком апостол Павел. Вы знаете, он очень интересно пишет, вот рассуждает вот именно об этом. И можно даже посмотреть, ну почему этот человек оставался неженатым. Та же самая 7 глава 1 послания Коринфянам, где он очень интересно и глубоко пишет. «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так», то есть он имеет в виду себя. Или 29 стих «Я сказываю вам, братья, время уже короткое, ибо имеющие жен должны быть, как не имеющие жен». Или 31 стих «И пользующийся миром сим, как не пользующийся миром сим, ибо проходит образ мира этого». То есть Павел был одним из таких людей, а ради Божьего Царства отказался от одного способа, где человек отображает подобию Бога. И вот опять из его жизни мы с вами замечаем, ну вот если человек это сделал ради Божьего Царства, вот этот вот отказ от привилегии компенсируется. Компенсируется чем? Компенсируется тем, что у апостола Павла было особенное служение для церкви, служение, в котором у него были дети и физические дети. А были духовные дети. Он прекрасно понимал, и Писание об этом говорит, что евангелизация и ученичество, оно рассматривается Писанием как рождение духовных детей, как воспитание детей в Господе. Прекрасные-прекрасные слова этого великого апостола. «К постыжению вашему пишу это, не к постыжению вашему пишу это, но выразумляю вас, как возлюбленных детей моих». В послании Галатам Павел пишет, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Тита или Тимофея Павел называл истинными сынами в вере. Поэтому служение апостола церкви – это замечательный процесс вести людей к прославлению Бога, когда меняется жизнь других людей, и все больше и больше в жизни других людей человек отображает качество Бога. Ну и кроме того, мы с вами должны понимать, что брак – не единственный способ, которым единство и разнообразие Троицы могут быть отображены в нашей жизни. Это также отображается в общении церкви, отображается в союзе верующих. И вот в этом удивительном церковном общении одинокие люди, люди, как апостол Павел, и также люди, которые состоят в браке, могут иметь отношения, отношения, отражающие природу Троицы. Из этого следует очень простой вывод. Построение церкви, увеличение единства церкви, чистоты церкви, способствует отражению характера Бога в этом мире. То есть, когда характер Бога отражается в этом мире, когда в церкви есть единство, когда в церкви есть чистота. Итак, почему Бог сотворил два пола? Ну, мы отвечаем как положение. Сотворение мужчины и женщины позволяет человеку иметь личные, близкие и глубокие отношения, что, в свою очередь, отображает отношения между личными Троицы. То есть, это большое-большое благословение для нас с вами. Ну, следующий вопрос. Кто важнее перед Богом, мужчина или женщина? Кто важнее перед Богом, мужчина или женщина? Ну, Писание говорит очень ясно, что мужчины и женщины созданы Богом, как равные по своей значимости. Мужчины и женщины созданы Богом как равные по своей значимости. Ну, что я имею в виду? В равной степени и мужчины, и женщины созданы по образу Бога. В равной степени мужчины и женщины отражают качество Бога в своей жизни. То есть вот эта вот красота божественного характера, она отражается и в одном, и в другом. Ну, дорогие братья, представьте, что вы живете в обществе, которое состоит только из верующих мужчин. Дорогие сестры, представьте, что вы живете в обществе, которое состоит только из верующих женщин. А в таком обществе, скорее всего, невозможно будет получить полного представления о качествах Бога. Почему? Потому что есть очень много-много того, в чем мы дополняем друг друга. Безусловно, мужчины и женщины одинаково важны для Бога, одинаково ценны для Него. И вот библейский текст, который по-особенному это подчеркивает, мы его читали, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Вы знаете, эта истина, она все-таки исключает чувство гордости. С другой стороны, исключает чувство неполноценности. Исключает любую идею о том, что какой-то пол лучше или хуже, чем другой. То есть неправильно мужчинам чувствовать превосходство или гордость, а женщинам неправильно быть разочарованными или чувствовать себя неполноценным. Конечно, на этом этапе наших рассуждений следует отметить вот эту вот очень важную деталь библейского равенства мужчин и женщин. Для этого я лучше всего процитирую текст Писания. Это тоже первое послание Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Вот что Павел говорит о мужчинах. Мужчина – это образ и слава Божия. Потом, ну как бы в конце, Павел говорит, что о жена есть слава мужа. Вы знаете, вот эти вот слова не звучат так, что, ну, можно понять. Или не звучат для того, чтобы мы поняли, что женщина хуже мужчин. Не звучат для того, чтобы мы поняли, что женщина не создана по образу Бога. А скорее всего, Священное Писание подчеркивает, что все-таки между мужчинами и женщинами существуют различия. Между мужчинами и женщинами существуют различия, которые должны быть заметны. Различия, которые отражаются. Ну вот, когда читать эту 11 главу, мы можем заметить, в чем должны отражаться различия между мужчинами и женщиной в церкви. Первое Павел отмечает в том, как одни и другие ведут себя в церкви. И второе Павел отмечает в том, как одни и другие одеваются в церкви. Я думаю, это очень важно и очень-очень интересно. А если говорить о браке, вот это вот различие мужчины и женщины, оно как раз-таки состоит в том, что мужчина должен отобразить, мужчина в браке, простите, муж в браке должен показать, какой Бог. А женщины в этих же отношениях, они должны показать превосходство мужчины, от которого они созданы. Однако в обоих случаях, опять в 11 главе 1 послания Коринфянам, Павел подчеркивает взаимную связь мужчины и женщины, подчеркивает прекрасными словами. «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Ну, между прочим, дорогие братья и сестры, именно с приходом Нового Завета по-особенному подчеркивается равенство мужчин и женщин перед Богом. Я вот приведу это, приведу несколько примеров. Давайте вспомним день Пятидесятницы. И вот когда Петр проповедовал, он объяснял происходящее с ними и цитировал древнее пророчество Иаиля. Вот посмотрите, как оно звучит, это книга Деяния Апостола, 2 глава 17-18 стихи. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». И вот замечательные слова пророка. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Очень интересный стих, править и сестры, где Священное Писание говорит о том, что Святой Дух изливается на Церковь. И как изливается? Теперь и мужчинам, и женщинам даны дары для служения Богу. И мужчинам, и женщинам теперь даны дары Духа Святого для служения Богу. Поэтому Священное Писание рассматривает каждого христианина как ценного члена тела Христова. Тело Христова, в котором каждому дается проявление Духа на пользу. Поэтому в принципе нет смысла в том, чтобы пытаться определить, кто может молиться эффективней, мужчины или женщины. Нет смысла пытаться определить, кто лучше прославляет Бога, мужчины или женщины. Нет смысла добиваться, узнать, а у кого больше духовной чуткости или у кого глубже отношения с Богом. На все эти вопросы мы просто не можем дать ответа. То есть в своих способностях получить силу Духа Святого мужчины и женщины они равны. Ну, прочитайте внимательно Библию. Даже невнимательно прочитайте Библию. И мы с вами займем, что на протяжении этой библейской истории появляются великие мужчины, но также появляются и великие женщины. Это особенно подчеркивается вот в Новом Завете. Следующее. Крещение. Вот это вот священное действие крещения. В этот же день, в Пятидесятнице, ну, крестилось много людей. И вот этот стих, что охотно принявшие слово его крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч, мы опять делаем вывод, что все-таки крестились и мужчины, и женщины, да? То есть поскольку Дух Божий был излит и на мужчин, и на женщин, мы делаем такой вывод, что крестились и мужчины, и женщины. Ну, почему это важно? Это важно потому, что вот когда был Ветхий Завет, время Ветхого Завета, знаком принадлежности к Божьему народу было обрезание. И обрезание получали только мужчины. Когда мы с вами уже переходим в этап, новая эпоха, эпоха Нового Завета, знак принадлежности Нового Завета, знак крещения, дается и мужчинам, и женщинам. Одинаково дается и мужчинам, и женщинам. Вы знаете, это есть свидетельство того, что и мужчины, и мужчины, и женщины следует рассматривать как полноправных членов народа Бога. Это полноправные члены народа Божьего, и мужчины, и женщины. Ну, с практической точки зрения, мы все-таки не должны думать, что в церкви есть граждане второго сорта. Все одинаково цены для Бога. Значит, если мы все одинаково цены для Бога, то мы должны быть одинаково ценными и друг для друга. Я думаю, вот это вот равенство перед Богом, это по-настоящему удивительный, удивительный и прекрасный элемент нашей с вами христианской веры. Удивительный и прекрасный элемент, который отличает христианство от других религий, который отличает христианство от общества и от культуры. То есть вот это вот истинное достоинство благочестивого мужчины или женщины, оно полностью реализуется вот в этом послушании, в послушании искупительной мудрости Бога, в том, как Он сотворил человека. Ну, еще вот несколько деталей в разных ролях, которые Бог определил для мужчины и для женщины, в разные роли или разное назначение в браке. И вот здесь я очень хотел бы использовать это библейское слово, вы знаете, чтобы никого не обидеть, не ошибиться, а вот именно Библия подчеркивает, ну, главенство мужчин. Это библейское слово, глава, глава семьи. То есть Священное Писание отмечает главенство мужчины в браке. И вот опять основанием для нас с вами снова послужит отношение личности и троицы. Вот что же это за главенство, что значит глава семьи? Ну, вот на протяжении всей вечности между личностями и троицы существовало равенство по значимости, точно как в браке. Но при этом присутствуют разные роли, разные назначения. Бог-отец всегда был Богом-отцом и всегда относился к сыну, как отец относится к своему сыну. Хотя все три личности троицы равны по силе, по всем другим атрибутам и качествам отец обладает большей властью. Он играет ведущую роль среди всех членов троицы, которые нет у сына и нет у Святого Духа. Священное Писание говорит о том, как Бог сотворил этот мир. И в этом творении отец говорит, а работа осуществляется через сына и поддерживается постоянным присутствием Святого Духа. В искуплении точно так же отец посылает сына, а сын, он несколько раз подчеркивал это в своем служении, он приходит в послушании отцу. А после того, как сын вознесся на небо, приходит Святой Дух, который теперь укрепляет церковь. То есть у каждой личности троицы разные роли или функции. Таким образом, различные назначения мужчин и женщин в браке полностью согласуются с тем, каким является Бог. Вот это текст Писания. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть как личности, мужчина и женщина равны перед Богом. Однако в браке главенство принадлежит мужчине. Они равны по важности, но у них разная роль. Между прочим, братья и сестры, мне кажется, вот в этом вопросе, особенно в последнее время, появились дебаты, где все-таки одна сторона утверждает, что главенство мужчины появилось только после грехопадения. То есть люди пытаются переосмыслить библейские тексты и пытаются утверждать и показать, что до грехопадения Адам не был главой семьи. Ну, позвольте вот именно обратить наше с вами внимание на то, как было до грехопадения. И потом мы с вами посмотрим, как было после грехопадения. Вот некоторые различия в ролях Адама и Евы еще до того, как в мире появился грех. Ну, первое очень важное, интересное различие. Сначала был сотворен Адам и только потом Ева. Это важно, это очень важно. Ну, это факт того, что Бог сначала создал Адама, а потом через некоторое время сотворил Ему Еву. Это предполагает, что Бог видел именно в Адаме руководящую роль для семьи. Между прочим, вот эта вот двухэтапная процедура сотворения не упоминается ни для какого животного. То есть только человек был сотворен так. Далее, сотворение Адама первым. Оно согласуется вот с моделью, которая появляется в Ветхом Завете, именно модель первородства. То есть в любом поколении первенец имеет главенство в семье для всего последующего своего поколения. Вот сотворение Адама первым отражает цель Бога. Отражает различия в ролях, которые Бог дает мужчине и женщине. Но это также служит основанием тому, что вот сегодня, я думаю, тоже очень важно, руководящие и обучающие роли в церкви, они ограничены. Ограничены только для мужчин. Я думаю, это тоже очень важно и тоже очень интересно. То есть это опять мудрость Бога, это красота божественного творения. То есть это все вот заложено в Священном Писании. Следующее. Ева была создана как помощница для Адама. Вот это тоже Священное Писание очень ясно утверждает, что Бог создал Еву для Адама, а не наоборот, не Адама для Евы. Это не означает меньшую важность, но указывает на то, что с самого начала была разница в ролях и разница в назначении. Опять очень интересная деталь Священного Писания. Адам дает имя своей помощнице. Это тоже заложено определенный смысл. Вот если вы родители, подумайте о родителях, которые дают имена своим детям. Что значит дать имя своему ребенку? Ведь это говорит об авторитете родителей, не так ли? Родители дают имена своим детям. Этим подчеркивается авторитет родителей дать имя своим детям. А вы знаете, вот в еврейской культуре имя человека часто обозначало его характер или функцию человека. И вот в том, как Адам называл Еву, есть разница до грехопадения и после грехопадения. Послушайте, как он называл свою помощницу до грехопадения. Это Бытие, 2 глава, 23 стих. Когда Бог подвел к нему Еву, он только открыл глаза свои и сказал, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой». Ну или правильнее прочитать «женщиной». Она будет называться «женщина». Опять не подумайте, что это как сегодня может звучать, так с иронией, может быть, мужчина говорит о «женщина». Вот этот стих, это поэзия. Это прекрасные глубокие слова, слова удивления человека, когда вдруг у него появляется вот это вот имя. Имя для того, кто Бог подвел к ней. И вот с таким благоговением перед Богом, с благоговением то, что произошло, он говорит, вот ее имя будет «женщина». А после грехопадения он начинает немножко по-другому назвать свою жену. Это 3 глава, 20 стих. «И нарек Адам имя жене своей Ева». Почему? Потому что теперь она становится матерью всех живущих. То есть вот дважды Писания говорят о том, что Адам дает имя своей жене. И в этом опять заложен определенный смысл. Это опять подчеркивает авторитет, авторитет мужа. Далее мы с вами подходим уже к грехопадению. И тоже интересная, важная деталь священного Писания, что змей сначала пришел к Еве. Почему? После того, как согрешил сам Сатана, он теперь, знаете, что пытается делать? Он пытается исказить, испортить все, что задумал и создал Бог. И вот вполне вероятно, что, приближаясь к женщине, к Еве, он пытался изменить роль Евы. Он пытался соблазнить Еву. В том, чтобы руководство в непослушании взяло на себя. То есть это был его соблазн подойти не к Адаму, а подойти сначала к Еве. Между прочим, после грехопадения Бог не нарушает этого порядка. И даже когда согрешила первая Ева, потом Адам, все-таки, когда приходит к Богу, он начинает разговаривать с Адамом. Первым обращается Бог к Адаму. Новый Завет обращает внимание именно на эту смену ролей. Не Адам прелещен, но жена, прелестившись, впала в преступление. Ну, это, по крайней мере, предполагает, что Сатана пытался подорвать модель мужского главенства, которую Бог установил в браке, вот обращаясь сначала к женщине. Ева согрешила первой. Однако Бог говорил с Адамом, что это значит. И после грехопадения Бог считал Адама главой семьи, больше того, Бог считал Адама тем, кого в первую очередь нужно призвать к ответу за то, что произошло в его семье. В первую очередь Бог считал Адама первым, кого нужно было призвать к ответу за то, что произошло в его семье. Именно Адам, а не Ева, является представителем человечества. Ну, опять интересная деталь. Согрешила Ева, а мы с вами грешными считаемся из-за Адама. Согрешила Ева, а грешными люди сегодня считаются из-за Адама. Опять, опять, это указывает на роль главенства в отношении и человеческого рода. То есть Адам, именно Адам, это родоначальник семьи человечества. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Ну и следующее, это проклятие за грех. Что происходит, когда приходит это проклятие за грех? Вы знаете, до грехопадения и после грехопадения роли Адама и Евы немножко корректируются, немножко изменяются, но не сильно. Вы знаете, функции, которые они выполняли ранее, до грехопадения, теперь вносятся в боль. Опять, очень интересная деталь еще на описании. То есть, вот мы читаем эту третью главу книги «Бытие». Адам по-прежнему будет нести ответственность за возделание земли. То есть, ему нужно работать, выращивание урожая и так далее. Только теперь земля будет растить терни и волчицы. Только теперь Господь говорит, когда ты будешь работать, у тебя будет пот с лица бежать. Точно так же и Ева, похожим образом, она будет рождать детей. Она все еще будет рождать детей, это благословение от Бога. Только теперь это будет сопровождаться болью. То есть, вот эти функции после грехопадения, функции мужчины и женщины, теперь приходит боль. Но и больше того, Священное Писание говорит, что оказывается, даже в отношении между дамом и Евой, а теперь приходит конфликт. И вот это слова этого конфликта. К мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой. Если до грехопадения в отношениях была гармония, то теперь Ева будет иметь незаконное желание. Незаконное желание преодолеть, превозмочь Адама, а Адам будет проявлять грубость. Это то, что происходит в отношении мужчины и женщины после грехопадения. Незаконное желание преодолеть со стороны женщины и грубость со стороны мужчины. Это конфликт отношений. Гармония, близость и вот эта взаимная дополняемость брачных отношений до грехопадения испорчены грехом, и теперь они оморочены господством и принудительным подчинением. Это вечная, вечная драма, где есть он и она. Однако Священное Писание не оставляет нас с вами за пределами Эдема. Дело в том, что Священное Писание очень хорошо, красиво, глубоко говорит об искуплении в Иисусе Христе. И говорит так, что вот именно искупление в Иисусе Христе оно восстановит разрушенный порядок творений. Искупление в Иисусе Христе восстановит разрушенный порядок творений. Искупление Нового Завета отменяет болезненные аспекты отношений, возникшие в результате греха. «Искупление в Иисусе Христе побуждает жен не восставать против мужей, а мужей побуждает не использовать свою власть грубо». Давайте сравним два библейских стиха. Книга Бытия, 3 глава, 16 стих. Вторая часть этого стиха. «К мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой». Посмотрите, что происходит после искупления в Иисусе Христе. Послание к Колосинам, 3 глава, 18-19 стихи. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». То есть с Иисусом Христом, с благодатью Бога, вот этот порядок творения изначально восстанавливается в нашей с вами жизни. Почему? Потому что искупление Иисуса Христа направлено на устранение результатов греха. Даже в этих отношениях, в семейных отношениях. Мы с вами будем заканчивать и буквально несколько мыслей о каком-то практическом применении сказанного. Вы знаете, вот для семьи, для брака, для отношений мужа и жены очень-очень мудро Богом установлены различия. Установлены различия в назначении мужчин и женщин. Я думаю, это очень важно понимать, что, вы знаете, это правильно, это прекрасно. Это правильно и прекрасно, что в семейных отношениях есть различия. Но, к сожалению, мы с вами живем в такой культуре, которая очень громко сегодня говорит, что это неправильно, это некрасиво. А Библия говорит, что это правильно и это красиво. В различии личностей троицы, вот внутри семьи заложена вот эта вечная красота и достоинство. Интересно, что без ощущения лучше или хуже, без ощущения важнее или менее важно, мужчины и женщины имеют возможность полностью радоваться тому, как их создал Бог. Благослови нас с вами, Бог, радоваться установленным Богом различиям. Благослови нас с вами, Бог, сказать, это прекрасно, это правильно. Благослови нас, Бог, радоваться тому, как Он сотворил нас. Когда мужья начинают действовать эгоистично, грубо, властно, оскорбительно или жестоко, очень важно понимать, что это результат греха. Очень важно понимать, что это результат грехопадения. Результат разрушительный, результат, противоречащий Божьим целям для нас с вами. Наши поступки, когда в них есть грубость, принесут огромную разрушительную силу в жизнь мужчины и особенно в наш с вами брак. Мужья имеют поверение от Бога любить своих жен, уважать их, быть внимательными к ним и ставить их на первое место в своих интересах. Точно так же, когда жены, ну простите за это слово, бунтуют, обижены на лидерство своего мужа в семье, или когда они соревнуются со своими мужьями за лидерство в семье, они должны тоже понимать, что это результат греха, это результат грехопадения. Не следует так поступать. Почему? Потому что это тоже приведет к разрушительным последствиям для брака. Жена, желающая действовать в соответствии с образцом Бога, должна подчиниться своему мужу, соглашаться с тем, что он является лидером в доме, и дай Бог радоваться этому. Сказав это, я думаю, также нужно осознать, что есть и другие крайности, ну противоположные крайности или противоположные искажения библейского образца, ошибки пассивности или лени. То есть для мужчины это тоже крайность от властного тирана быть полностью пассивным и не проявлять инициативу в семье. Это тоже искажение библейского образца. Вы знаете, Священное Писание оставляет нам несколько печальных примеров, на которых можно научиться. Ну пример это Адам и Ева, когда мужчина оставался пассивным. Это пример Ахав и Изавель. И пример Соломона и его языческие жены. Ну часто муж может отсутствовать дома не только физически, он может отсутствовать дома и эмоционально, и полностью заниматься какими-то другими делами. Соответствующая ошибка со стороны женщины, то есть противоположная попытка доминировать, становиться полностью пассивной и ничего не вносить в процесс принятия решений в семье. Дорогие сестры, Священное Писание говорит, что возможно, вполне возможно подчиняться авторитету своего мужа и при этом в полной мере участвовать в процессе принятия решений в своей семье. Дай Бог вам мудрости. Следовательно, я заканчиваю, мужья должны стремиться к любящему, внимательному и вдумчивому руководству в своих семьях. А женщины, жены должны стремиться к активному, мудрому и радостному подчинению авторитету своего мужа. Да благословит нас с вами Бог. Аминь.